такая вот телега для перевозки торфа на гусеничном ходу таскает ее гусеничный трактор у клиента несколько таких телег одну телегу клиент переделал на лыжи без гусеницы сейчас я вам ее покажу чтобы можно было работать в зимний период да вот это тема так выглядит сварная конструкция кто видел подобное решение пишите в комментариях я если честно первый раз вижу телегу на лыжах профилировщик который мы снимали да сегодня профилировщик в работе не участвует большая черная собака вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Объяснить и рассказать нам про эту модель поподробнее. Заглубляется на 40 см. Интересно, какой носитель нужен под эту установку. Потому что если мы рассматриваем серию фрез Мэри Крашер, Мэри Пит с заглублением до 40 см, там нужен носитель от 250 см. Желательно под 350 лошадиных сил. Менитрационный номер. О! Есть даже шильдик. МТП-44А. 1988 год. Ну что, техника 80-х живет и используется нашими клиентами. Все-таки в России умели делать, если дожила до наших дней. Все это покупается на развалившихся торопредприятиях, восстанавливается и запускается в работу в рамках данного предприятия. Вот это вот гитара, да, то есть на... Вот то, что я показываю, длинные машины, то есть на... На караванчик, да? Да, на караванчик, да. Вот ее творили, да, это шильфичное. Это тоже вот детали, а тут уже, да? Да, это детали как раз. Как он там назывался? Не караванчик, а... Нет, а караванивающая машина так и называется. А караванивающая машина, да. Да. Мы прочитали, что это был штабелировщик. Штабелировщик, штабелер, штабелер, штабелировщик. Ну, караванщик, возможно, это какое-то в простонародье название. Но все засомневались по вылету стрелы, действительно, насколько она имеет вот этот вынос метров от себя. Можно, можно почитать, вот эти три. А, три фрагмента, да? Да, вот они в длинух и длинаются. А, то есть больше не будет, да? А как эта штука передвигается? Она и на гидравлике, да, то есть там выдавливается вот... Вот этот... Вот этот механизм укладывается вот так вот. Когда работа пускается на гидравлик. Это МТП-44. То есть она работает не от ВОМа, а от гидравлики? А от ВОМа. Работает от ВОМа. Это транспортное положение, да, для перевоза. 1988 год. Она уже работала или она тоже в процессе восстановления? Нет, она просто, мы пока не знаем, как ее использовать правильно. Она очень сильно, грубо говоря, там ни за одной деревяшки делают еще мелкие. Поэтому мы пока не разобрались, да, то есть там пока приостановили работу. Чтобы не заглубить... Ну, грубо говоря, залеж на 40 сантиметров очень сильно пачкаем, да, то есть там... Ну, для нее носитель нужен, если она на 40 сантиметров заглубляется... Это у нас ЧТЗ, да? ЧТЗ-130. ЧТЗ-130. Так, это у нас еще один. А вот это вот что за штука, Алексей? Вот это? Да. Это поверхность, она называется корчеватель. Для корчеватель, для пеньков или для чего? Пенеет, пенеет, корчеватель, поверхность, да, он называется. То есть его отцепляет за 7 сяточек, он идет, то есть пень как такой вот. Вот звезда, она, грубо говоря, как, как, это, звуковый пашет идет. Как только выпадает пень, да, то есть она его поднимает. Для того, чтобы машина продолжила, нужно дергать было за рычаг, да, то есть прокручивается на одну звездочку вниз, да, то есть переходя, перешагивая пень, и дальше продолжает, да, то есть там заглубляться там на 10 сантиметров. Это называется быстрое, да, то есть поверхностное корчевание. То есть без какого-либо заглубления, или заглубления за счет вот этих вот? За счет звездочек заглубления на 10 сантиметров поверхностный корчеватель пней. Работает с тракторами Т-75. Это сами варили или это выпускалось? Да, сами восстанавливали, это советская машина такая была, да. Советская машина, но восстановленная. Здесь стоит один цилиндр гидравлический, должно быть их 4, на каждую звездочку отдельно, чтобы не прерывать. Ну, здесь получается направляющих-то у нас 5, 5 звездочек, 5 цилиндров должно быть, да? 5 цилиндров, чтобы они по очереди поднимались. Блин, это значит гидравлика должна быть какая-то, да, серьезно? Да, да, да. Субтитры создавал DimaTorzok